27 декабря Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области подвело итоги года. Главные события сезона обсудили на пресс-конференции в региональном центре спортивной подготовки. По мнению заместителя министра спорта региона Ивана Калисника, 2021 год был успешным и принес нашим спортсменам много важных наград на международных соревнованиях. Это успешное выступление наших олимпийских спортсменов. Мы стали лучшими среди областей Сибирско-федерального округа. У нас 4 олимпийские награды. Это Виталина Басарашкина, которая стала триумфатором игр и завоевала 2 золотые медали, 1 серебряную. Это Мартин Малютин, наш пловец, который выиграл серебряную медаль. А также, безусловно, это наши паралимпийские спортсмены. Александр Кузюков, который не только завоевал 2 олимпийских золота, но и признан был на национальной спортивной премии лучшим спортсменом в своей номинации. Это Александр Батницкий, который завоевал нам олимпийское серебро. Елизавета Сидоренко и Юлия Майя, которые в свою очередь стали серебряными и бронзовыми призерками Игра. Значимые победы одержаны на чемпионатах мира, европейских и всероссийских соревнованиях. Иван Колесник отметил успех амички Салтанат Меденовой, завоевавшей золото на чемпионате страны по боксу, и оптимистичные результаты, показанные тяжелоатлеткой Ольгой Тё на чемпионатах мира и Европы. Можно гордиться и общим числом завоеванных наград. У нас рекордный год, мы смогли побить 2019 год по количеству медалей, это пандемийный год. Если говорить о спортсменах, которые завоевывали медали на официальных всероссийских международных стартах, это было 1020 спортсменных медалей, мы завоевали в Копилковской области в 2019 году. 2020 год был достаточно скромный в связи с отменой многих соревнований, это было 834 медали. И вот как раз 21-й горд, это своеобразный рекорд, это 1034 медали. Значимые достижения есть и в других сферах. В регионе успешно идет реализация проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Увеличилось общее число мячей, занимающихся спортом, возросло количество соревнований, улучшилась материальная база. В области строится и реконструируется большое число спортсооружений. Возводятся физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, современные спортивные площадки. Строятся два ледовых дворца. На площадке многофункционального спортивного комплекса «Арена Омск» будут проходить матчи молодежного первенства мира по хоккею 2023 года. И, конечно, он станет домашним льдом клуба «Авангард». Это очень серьезное мероприятие высокого уровня. Мы находимся под пристальным вниманием всего мира хоккейного. И не только хоккейного. Мы сейчас, безусловно, самое главное – это строительство площадки, которая идет в срок. Это возведение многофункционального комплекса «Арена». Все идет в срок. Ежемесячно, наверное, к нам приезжают различные делегации. В том числе у нас была делегация Международной Федерации Хоккея, которая была и на стройке, на арене была, в гостиницах, в которых будут размещаться гости, участники первенства. Остались довольны. Какие-то серьезные замечания в Узбеке не получила. Улучшение материальной базы откроет новые перспективы для команд по игровым видам спорта. При поддержке губернаторов омских клубов появились титульные спонсоры и есть предпосылки для выступлений на более высоком уровне. Кроме того, яркой частью спортивного года стали крупные спортивные события. Международное ралли «Шелковый путь», «Сибирский международный марафон» – два турнира по ММА, организованные в рамках промоушена «Шлеменко файтинг чемпионшип». В сфере молодежной политики главным событием года стал международный форум «Россия – Центрально-Азиатский регион», где молодые лидеры из нескольких государств разработали ряд важных проектов, которые будут притворяться в жизнь в ближайшее время.